Гроэмпендинг. Растущая, прорастающая, следовательно, движущаяся. То, что движется, то, что все время обновляется. И непонятно, к чему приводится. Хотя, с другой стороны, у каждого растения есть свой план. Как оно должно расти? Вот есть пальма, а есть юнок, а есть кипарис, а есть трава. Вроде план есть. Но, с другой стороны, кроме этого плана, есть сам метод, что, с одной стороны, он захватывает пространство, а с другой стороны, он каждый раз свободен. Но я не думал, на самом деле, о растениях, когда я называл. Мне больше нравилось образ самого принципа движения, а растение было взято как прообраз этого движения. Может быть, мне просто не хватает растений в жизни. Может быть, из-за этого. Просто, наверное, как-то в жизни я начал больше любоваться этими растениями. И захотелось мне их побольше. Раньше я пробегал мимо них, а сейчас я на ними наблюдаю. Одна картина прорастает ветками. На самом деле, я уже довольно давно делаю этот момент. Давно, уже год, наверное. Вообще, у меня всегда картина была еще с 90-х годов, не имела уже плоскости. Картина была у меня на окнах, на дверях, на шкафах. То есть, в принципе, поверхность служила изображением. То есть, это, по-моему, лет 200 уже это происходит. Никакой в этом новости нет. Мы перестали воспринимать картину в 20 веке как двухмерный объект, на котором мы погружаемся в перспективу. Безусловно, и перспектива может в ней присутствовать, и плоскость, и текстура, и язык знака. Это все набор известных формул. Наша задача просто создать из этих понятий, которые все знают, комбинацию собственного языка. Ну, вот, я считаю, самым актуальным поэтом на данном этапе является Томас Эллиот, потому что он использовал для своей поэзии цитаты других произведений. И ткал свое, казалось бы, просто цитируя фразами других авторов, и создавал свое, значит, свою форму. Это не то чтобы достоинство, но это, мне кажется, тенденция того, что происходит на данном этапе времени. У нас сейчас нет возможности забыть какое-то из течений, понятий. Мы погружены в такой большой поток информации, историй, прошлого искусства и нынешнего, что у нас нет шанса заново открыть колесо. Мы это колесо с самого начала получаем, мы пытаемся это колесо сломать, а потом опять выправить его, потом опять сломать и выправить. Наверное, надо констатировать, что мы уже боремся не с формой, а с какими-то философскими понятиями, а может быть, даже с духом, если честно. И используем искусство в качестве инструмента для борьбы с собой. И этот инструмент, он не всегда эффективен, потому что люди воспринимают по молодости искусство как средство для карьеры. Но в какой-то момент ты понимаешь, что карьера не состоится никогда, когда ты хочешь. Для кого-то состоится, для большинства не состоится. И поэтому у тебя есть два варианта. Либо страдать, либо успокоиться. Успокоиться и использовать искусство именно в этих целях. Для чего оно и создано. Для, как инструмент, по работе над собой, а не продвижению себя в карьере. И вот тут уже возникает проверка на вшивость, кто ты действительно. Но это очень сложный процесс. Потому что отказаться от карьеры – это отказаться от социального статуса. Статуса, что ты нужен в социуме. Что ты востребован. Что ты ценен. Получается, тот, кто не имеет поддержки вне этого момента, например, в какой-то вере, в рельезной форме или нет, то он не может пройти в этот момент. Получается, потому что мы стоим перед лицом времени, короткого времени и смерти, естественно. И нам нужно оправдать это время. Нам нужно каким-то образом сказать себе – я работаю, потому что это и это. А если у тебя нету социального момента, тогда зачем ты это делаешь? Получается, ты неудачник. И мы не можем это преодолеть. В большинстве случаев мы ищем рязные формы. Кто-то пьет, кто-то там еще что-то. Кто-то ломается, кто-то отказывается, меняет профессию, находит другие формы, кто-то верит в Бога. То есть, видите, возникают такие разные, разного рода… Кто-то просто начинает болеть. Но мне кажется, эта чаша никого не меняет. Даже те, кто социально устроится, все равно пройдут через болезнь и придут к изочарованию, наверное. Ну, нет, конечно, будет вокруг них большая толпа аплодирующих и коленопреклоненных поклонников, говорящих, что художник гениален, что там… Ну, это вопросы корысти, конечно, чаще всего. Ну, или глупости. Люди это не могут принять, потому что любой язык нужен, когда на нем говорят все. И когда ты что-то изъясняешь, тебя есть слушатель, который понимает. Все эти удовольствия от полутонов, они нужны для какого-то очень ограниченного круга людей. И язык становится довольно мертвым. Он как бы внутри себя самого находится. То есть, сейчас, если говорить о людях в большом количестве, они интересуются другими вопросами. Честно говоря, я не могу понять, какими. Мне это не ясно. Я думаю, что и раньше не особо люди понимали. Просто другого раньше не было. И художник, скажем, в эпохе Возрождения интересовался человеком, формой, эротизмом, в конце концов. А это всегда было понятно. Но на фоне этих форм и тем он решал еще параллельно эстетические вопросы свои. И они как бы связывались и проходили вместе. А художники следующих поколений наблюдая тему, еще видели, как она реализовывалась. Красиво. Слово красиво. Сейчас слово красиво настолько размыто, потому что у нее столько вариантов, столько... Кто ищет красоту в некрасивом, в антиэстетическом, и считается, что, например, это и является красотой. Если ты идешь путем стандартной красоты, это китч. Ну, это безумие сейчас этим заниматься. Это просто плохой тон. А вот если быть такими... такими свободными, что-то брать мусор из них, что-то там склеивать, что-то там выставлять, не заботясь как бы о красоте, а вот она будет сама в жести, так сказать, проявляя либидо. Ну, понимаешь, это все тоже можно. Более того, что многие останутся приверженцами этого жеста. И будут ими, и слава тебе, Господи, пусть растут все цветы на поле. Но этим жестом не побьешь художников из истории, на которой мы выросли. Мы не можем их изъять. А вот те, кто кидается мусором, мы еще можем их изъять. Мы еще не знаем, что с ними станет через 10-20. Понимаешь? Поэтому мы можем скептически к этому относиться. И я могу. В том числе. Просто те, кто открыл эстетику мусора, да, артоповара, они уже тоже почили. Вот. И они уже сделали свое дело. И сейчас кидаться мусором второй раз и даже десятый раз, ну, это просто увеличивать маргинальность свою собственную и свое бессилие. Художник не должен, художник не должен себя любить. Вот что я думаю. Он не должен себе потакать. Мне кажется, художник должен развиваться, следовательно, а противостоять самому себе каким-то способом. то есть, ему нужен путь развития. Путь развития это мысль, которая накапливается и преодолевает себя, опровергая себя, опрокидывая себя и превращая его в кризис. То есть, в ад. по идее, мы должны жить в аду. Тогда ты останешься художником. Но никто не хочет жить в аду. Все хотят жить, ну, жить как получается, желательно хорошо. Понимаешь? В этом возникает большая-большая проблема. Я думаю, что полезно вот сейчас для нас в этот момент. Мы не можем войти в воду Леонардо да да Винчи, понимаешь, и им быть. Он решил свою историческую задачу и он ушел. Понимаешь? Мы его знаем, видим и не можем его повторить. Нам не нужен второй Леонардо да Винчи. Но нам не нужен и второй Кифер, нам не нужен и второй Декирика или еще кто-то. То есть, получается, а что же нам нужно тогда? Бойс сделал свою революцию. Он сказал те слова, которые от него требовали студенты. Молодец. Но он, конечно, загнал всех вот в это либеральное состояние маразма, в котором мы сейчас находимся. он превратил это в такое маргинальное состояние. Но в то же время он, это было очень нужно в тот момент, потому что это требовалось. Сейчас не каждый может быть художником. Вот в чем проблема. Художник, если это игра вот детская, вот дети тоже художники, мы все тогда и художники, и философы, и не знаю, но почему-то не все управляем этими процессами. Мои парадигмы художник это способность мыслить определенным способом. Вот каким способом, я не могу сейчас сказать. Я не готов. Потому что это какой-то очень сложный вопрос. Но каким-то способом. Потому что есть люди, которые рисуют картины и даже похожи, и я не назову их художниками. Есть люди, которые не умеют рисовать картины, и я назову их художниками. Но это надо, эти вещи надо уточнять уже. Понимаешь? Но опять-таки, а с чего я взял, что я прав? С чего я взял? Я точно так же ошибался раньше, почему я не ошибаюсь сейчас? Видишь, получается, мой этот вопрос остается даже для меня безответным. Вот и все. и я нахожусь в этом смысле в таком состоянии молчания. Я могу наблюдать, и когда я молчу, у меня есть ясность. То есть у нас есть довольно много большой пласт художников. Я сейчас просто пальцем не обтыркаю, мне нравится вот там все. Но все, кто выше нас, все, кто добились, пробились какую-то информационную крышу, в которую мы не можем пробиться, они нас накрывают своим информационным валом и подавляют нас. Таким образом, лишая нас возможности пробиваться. Вот мы сейчас сидим под кроме дерева, мы как бы, получается, такой маленький кустик или травка. Мы все время остаемся в тени этого дерева. Да, есть веночки, там есть бамбук, то есть есть разные формы. Но я это просто как метафора взял. Понимаешь, это метафора. Неблагодарно это дело предсказывать будущее. Я бы так сказал. Я бы так сказал, как только мы моделируем будущее, оно уже изменяется. Оно уже не будет таким, как я сказал. Поэтому у меня есть два варианта. Сказать так, как будет, из желания, чтобы этого не было. Ну, например, говорить плохое. Тогда оно как будто бы не случится. Но, как мы понимаем, что вот Энтони Бёрджи списал свои антиутопии кошмарные, и они как будто бы уже случаются. Вот технологии, количество населения, загрязнение, искусственные войны и так далее. То есть, вроде как, не работает тогда это. Я думаю, что мир не целен. Если технология в одном месте будет захватывать мир, то в другом месте мир будет опустошаться от этой технологии, отказываться с ней. Не то, чтобы я киберпанк, что культура обязательно будет хуже при развитии технологий. Нет. Но культура всегда будет противостоять. Понимаешь, культура всегда находит жест не соглашаться с тем, что есть, потому что технология дает человеку возможность перепроизводства и легкости жизни. А культура ни тем, ни другим не занимается. Культурой занимается человек. Понимаешь, а человек нам интересен, когда он развивается сам, а не его искусственные органы или, не знаю, там, в конце концов. У него было мало еды, стало много еды. Ну, прекрасно, а сам-то он от этого изменился, потому что он стал только хуже, стал дегенератором, например. Это не решает вопрос человека. Для чего? Понимаешь, понятно, что технология освобождает у человека время, прежде всего, для того, чтобы он наконец-таки столкнулся сам с собой. Да, я теперь сыт, я одет, что мне нужно? Ну, не знаю, давайте саморазвитием заниматься, например. А другой скажет, да нафиг мне это надо, мне он хорошо, я уже саморазвит, я вот такой, каков я есть, как мне говорят, некоторые говорят. Удовлетворяйся тем, что ты таков, каков ты есть. К чему это приводит? Кого-то это приводит освобождение от страданий, а кого-то приводит к тому, что ему надо бороться с собой. Опять, видишь, нет цельного, одного ясного ответа. Я думаю, что при технологиях эта двойственность будет только усиливаться, еще более жестче. Мне кажется, мы приводим, у нас эволюция подталкивается к расслоению человека на разные эволюционные группы. И эта вещь будет усиливаться с технологией, потому что неминуемо мы перестанем прокачивать гаджеты, мы начнем прокачивать тело. Но не каждого. Нет, тело, физическое тело, в конце концов, продавительность жизни. Но опять-таки, мы же понимаем, что не каждый это может себе позволить. Поэтому у нас опять будет олигархат. Часть населения, которая скромно себя прокачает, как бы незаметно. А других будет держаться в состоянии рабского состояния. У нас будет новое рабство такое, такое на новой манере. Будут люди, живущие долго-долго, а другие будут просто много работать и непонятно, почему умирать там, не знаю, им не нужно будет, чтобы у них рак, например, закончился. Какое место художники займут в этом? Да художники-клоуны, понимаешь? Это единственная, по-моему, еще пока профессия, которая может входить к сильному миру сего, если им захочется, и им будет не стыдно, так и быть, и кшаться с художниками. Но это не для всех, опять-таки. Художники художнику рознь. Мы же прекрасно понимаем, что художники точно так же сильно разделены, классово и сословно. Художник нет такого понятия. Что это? Это тот, кто делает перформанс? Тот, кто выставляется в Метрополитен? Это тот, который сидит на улице и рисует портрет? Кто из нас художник? Понимаете? Нет такого понятия. Оно разрушилось. Я понимаю, что у всех у нас есть какие-то критерии. Что нам хочется, что бы мы хотели и что возможно. И чаще всего, наверное, это несоединимые понятия. Они все время в таком разрыве, то, что есть, то, что хочется. Но в какой-то момент, чтобы жить гармонично, нужно, наверное, их насильно соединить. Просто соединить и все. И принять то, что есть, и то, что хочется в одном флаконе. Я как бы пытаюсь перевести план диалога профессионального на какой-то другой. Может быть, даже показать, что мне наплевает на все это. Для меня Евангелие до сих пор еще не расшифровано. Я могу его читать, но нельзя сказать, что я понимаю то, что происходит. Я подозреваю, что я еще не дорос до некоторых вопросов, и для меня оно только вскроется в будущем. Поэтому я бьюсь об этом. Я спрашиваю, что значит блаженный нищий дух? Ибо их есть Царство Небесное. В каком контексте это сказано? В прямом, что они нищие и блаженные, или это в каком-то переносном? И у разных людей есть разная, но это трактовка. Следовательно, нет одного понимания этого вопроса. Поэтому я нахожусь в определительном положении. И это можно сказать по многим текстам, которые там лежат. А я, видимо, дорос до этого вопроса, до вопроса Евангелия, например, сейчас. И я о нем думаю. Но заметьте, я не пишу картины на эту тему. Я пишу только маленькие работки типа эскизы. Эскизы позволяют делать отступление. А вот картина уже, это уже, это уже программная вещь. Она вроде как даже продуманная. Врать не хочу, а говорить искренне, это непозволительная роскошь. Как говорили греки, быть искренним непозволительная роскошь. А знаешь, почему еще? Вот я сейчас скажу, например, то, что я сейчас чувствую, а завтра я уже буду думать по-другому и думаю, зачем я это сказал? А ведь все же не так.